всем доброго дня сегодня будем изготавливать чертика мормышку чертика довольно таки уловистая мормышка их много в продаже мы будем делать свою мормышечку что нам для этого понадобится припой бисер пинцет 3 крючочка один по длине и маленько два покороче вот паяльник естественно из этого я изготовил своими руками то есть вы все видите как они сделаны если хотите более подробного вот ссылка вот ссылка в описании как его сделать поехали изначально нам нужно откусить крючочков у коротеньких у двух откусить ушки так друзья вот у нас получилось три крючка два с откосанными ушками один с длинным ушком за него мы будем привязывать нашу леску зажимаем наши тиски чтобы тройничок от центровался закрепили наш тройничок сейчас нужно его будет спалять в один для этого нам нужна кислота и припой первый шаг наш готов получился идеально ровный идеально ровный тройничок так дальше мы будем утяжелять его но утяжелять не с помощью свинца с помощью олова как вы знаете что олова легче свинца чертик чертик должен быть не тяжелый друзья знаете почему потому что тяжелый чертик тяжелее всасывается рыбой мирной особенно направляем вот такими движениями вот ребят напаяли мы олова на наш чертик будущий это получилась такая вот заготовочка друзья как вы видите в одну сторону здесь вот он маленько изогнут вот сюда маленько это будет при игре создаваться ощущение у рыбы что это бакоплав как вы знаете бакоплав маленько боком плавает это воевое название бакоплав вот из-за этого я маленько его искривил что мы дальше делаем красим его в черный цвет вот такая автомобильная краска у меня есть черная так у меня автомобиль черный поэтому мне повезло не надо просить у жены лак покрываем нашего будущего уловистого я надеюсь чертика то есть размер у него размер у него крупный ну как крупный чтобы он быстрее опускался но на небольших глубинах он будет работать очень даже неплохо вот ребят получился у нас вот такой вот чертик теперь берем вот такую вот бисеринку кто-то ее называет кошачий глаз белая с зелеными полосками и нужно надеть на один крючок ее надели на один крючок для чего одеваем бисеринки я думаю все знают чтобы рыба концентрировала свое внимание на ней и в основном все поклевки и все удары происходят в зону где находится эта бисеринка так что ребят кому понравилась данная мормышка самоделка делайте подписывайтесь на мой канал до скорых встреч